Привет! На этой неделе в России снова вернулись к вопросу национализации элит. Эта идея ходит во властных кругах уже давно, ее даже сам Путин озвучивал и касается она не только недвижимости и активов чиновников, но и лечения, обучения и отдыха за рубежом. В общем, полное импортозамещение Сейшельских островов на Соловецке. Еще в прошлом году законодательное собрание еврейского автономного округа внесло в Государственную Думу законопроект, по которому недвижимостью за границей не смогут владеть ни сами чиновники, ни их жены. Потому что в еврейской автономной области таки считают, что вся твоя недвижимость должна быть записана на маму. В законопроекте было написано примерно, что если вот у вас за рубежом есть квартира или яхта, привозите это дело в Россию, мы раскатаем все тракторами. Законопроект в итоге так и не был принят, а чиновники от недвижимости не избавились, а потому что с этим бессмысленно бороться, нужно просто поменять риторику. Запомните, чиновники не приобретают недвижимость за рубежом, у нас же холодная война и все такое, они недвижимость захватывают, аннексируют вот прямо с 3 по 6 этаж на 17 авеню. Мини-бар наш, давайте строить туда мост. Но Кремль не хочет останавливаться в этом процессе национализации элит, и на этой неделе сразу несколько источников рассказали о том, что чиновникам было рекомендовано вернуть из-за границы еще и всех своих родственников. А родственники за границей у вас есть? Нет. Ну здесь же написано, что есть. Родственники у меня как раз дома, это я сейчас за границей. Особенно, я думаю, эта идея не понравится чиновникам, которым придется тащить во Россию двоюродную бабушку из Молдавии. Но главный шок, конечно, ждет детей чиновников, которые обучаются в престижных вузах Европы. Алло, алло. Hello, it's Michael here. Миша, Миша, слушай внимательно. Путин сказал, что тебе надо домой в Россию. Срочно надо ехать, понимаешь? Sorry, I can't hear you. Hello, hello. Миша, насовсем надо возвращаться, слышишь? Yeah, yeah, it's Michael. Psh, psh. Sorry, bad connection. Psh, psh. Can't hear you. I call you later. За рубежом, если ты ребенок российского чиновника, ты можешь рассекать по шоссе на клевых машинах и выкладывать фотки с яхты в Инстаграм. В России тебе придется управлять горнодобывающей промышленностью в Усть-Камске. У нас, знаете ли, страна суровая. Ты дочь российского чиновника, тебе только исполнилось 18, и тут ты понимаешь, что ты по призванию горняк. Кстати, Песков заявил, что о новой кремлевской инициативе, как всегда, ничего не слышал. Вообще, за него всегда жутко обидно. Ему никто ничего не рассказывает, и он всегда не в курсе. Ребята, возьмите Диму поиграть уже. А еще на этой неделе власти Санкт-Петербурга объявили нормы бесплатных продуктов, которые будут выдаваться жителям города в случае войны. Так, но мы ведь уже воюем в Сирии. Куда можно бесплатно пожрать-то сходить? Хорошо, что власти города вовремя спохватились и сказали, что это только про зерно и не для войны, а вообще на всякий случай. Потому что не надо пугать современных питерцев зерном. Во время войны они рассчитывают получить как минимум по три капкейка в руки и бутылочку жижи для нуждающихся вейперов. Если просишь шаурму, дают одну, если шаверму, две плюс томиках матовой. Кроме того, можно ввести и другие нормативы в военное время. Например, ежедневно переименовывать по одному мосту в Кадыровске. Не сказать, что это сильно поможет жителям, но тоже очень по-питерски. А еще на этой неделе Путин отменил свою поездку во Францию, потому что президент Алан не захотел с ним встречаться по вопросам, не связанным с бомбардировками в Алеппо. Но Путин, Путин, постой, нельзя просто так сдаваться, нужно их шантажировать. Чем мы там можем? У нас из-за санкций с французского страны остались только ашаны и бульдоги. Нужно действовать жестко, загнать бульдогов в ашаны и не выпускать, пока с нами не поговорят. Мы будем отрезать этот багет по кусочку и высылать вам по почте, пока вы не пойдете на уступки. В общем, с поездкой получилось нехорошо, тем более, что это была важная поездка для Путина. Он давно не выбирался в Европу. Он и эти 18 человек сопровождения, которые возвращаются в Россию вот так, потому что набиты сыром. Но мне кажется, что Путину не стоит расстраиваться, что к нему так относятся европейские лидеры. Он должен помнить, что вот что бы они плохого про него не сказали, домой они потом едут на велосипедах. Ну а Путин в крайнем случае может встретиться с Жераром Депардье. И поверьте, результат встречи ничем не будет отличаться. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки к этому ролику. Всем пока, увидимся через неделю.